Здравствуйте, друзья! Меня зовут Вадим Прятко, и я практикующий ветеринарный врач. Сегодня мы со своим коллегой Анатолием Петруком, тоже ветеринарным врачом, находимся на крупном предприятии по выращиванию овец молочной породы Ляко. Сегодня наша задача – это провести плановую дегельминтизацию у овец. И в этом фильме мы хотели бы рассказать о нашем опыте дегельминтизации, а также возможностях применения тех или иных препаратов при разных гельминтозах у овец. Овцы могут заражаться разными видами гельминтов. Плоскими червями фасолы и дикоцелии, легочными червями, монезией, тезаниезией, авитенелами, круглыми червями, такими как стронгиляты, трихостронгиляты, протостронгиляты. Именно круглых червей, а именно трихостронгиляты, обнаружили при капрологических исследованиях именно в этом хозяйстве. Косвенно по клиническим симптомам можно только догадываться о наличии гельминтов и то только у молодняка, так как клинические признаки заболевания проявляются в основном у них. У взрослых животных гельминтозы протекают бессимптомно и проявляются симптоматикой только при сильной степени инвазии или при плохих кондициях животных на фоне бедного рациона кормления, дефицита витаминов и минералов. У них может снижаться настрик шерсти и привесы тела на 10-30%, а у молочных на 10% надой молока. Поэтому, чтобы не потерять время и диагностировать гельминтную инвазию как можно раньше, нужно регулярно проводить капрологические исследования. Регулярно проводя капрологические исследования у разных видов животных и в частности у овец, мы столкнулись с тем, что видим ассоциированные инвазии, то есть несколько разных паразитов у одного животного или у одной группы животных. И это нужно обязательно учитывать при подборе ангельминтиков, так как разные ангельминтики действуют по-разному на разные группы и виды гельминтов. Имея на руках результаты капрологических исследований, вы можете подбирать ангельминтики и способы дачи их животным. Здесь играет роль чувствительность паразитов к тому или иному препарату, количество поголовья, возможность использования смешивания препаратов с комбикормом или дачи их орально с помощью шприца-дозатора или в виде таблеток и, наконец, возможность использования инъекционных форм препаратов и шприцов-автоматов для обработки животных. На рынке много препаратов, которые можно использовать для дагельминтизации овец. Но, пожалуй, самая широкая линейка ангельминтиков производится компанией Бравофарма. Давайте же ознакомимся с этими препаратами, а также методами их введения овцев. Бровермектин 1% инъекционный и 2% выпускаемый в виде суспензии для применения на воду. Действующее вещество ивермектин. Бровермектин активен против паразитов ЖКТ, половозрелых и личинок 3-4 стадии. Против паразитов, поражающих легкие, половозрелых и личиночных форм гикиокаулюс и протустронгелюс. Кроме того, бровермектин инъекционный 1% концентрации активен против чесоточных клещей, против личинок овода, против вшей и власоедов. Задается он подкожно в области шеи или лопатки в дозе 1 мл на 50 кг массы тела. И не забывайте повторить его через 10 дней. Броводозол 20% концентрации и броводозол 5% концентрации в порошке и таблетках. Действующее вещество фенбендозол. Активен против диктиокаулеза, монезиоза, тезонезиоза, дихуроза, дикроцелиоза, неоскороза, стронгилоидоза, эхинококоза и ценуроза. Броволевомизол, 8% инъекционный и порошок, содержит действующее вещество левомизол. Препарат активен против нематодозов, глудочно-кишечного тракта и легких. 1 грамм на 10 кг массы тела одноразово. Инъекция 1 мл на 10 кг подкожно, также одноразово. Броволизайн суспензия, порошок и таблетки содержит действующее вещество альбендозол. Препарат активен против нематодозов и трематодозов. Порошок смешивается с комбикормом. Суспензия и таблетки задаются индивидуально. Бронтел 10% инъекционный, содержит клозантел, активен против трематодозов, нематодозов и эктопаразитов. Дальше идут комплексные препараты. Броватриол таблетки содержит действующее вещество трикламбинозол, альбендозол и празиквантел. Ангельминтик широкого спектра действия против половозрелых и личиночных форм цистод. Задается одна таблетка на 35-40 кг живого веса, орально, индивидуально. Клозофен таблетки содержит действующее вещество оксиклозанит и фенбиндозол. Ангельминтик широкого спектра действия активен против трематод, нематод и цистод. Бронтел плюс инъекционный, содержит клозантел и празиквантел. Активен против трематодозов, нематодозов и эктопаразитов. Задается от 0,75 до 1 мл на 10 кг живого веса, а подкожно одноразово. Комбитрем порошок и суспензия содержат трикламбиндозол и альбиндозол. Активен против трематодозов, нематодозов. Особенностью этого препарата является то, что он активен против личиночных стадий трематод, что очень важно при ранней обработке против трематодозов уже в сентябре месяце. Задается в дозе 0,75 г на 10 кг одноразово орально. Рафензол суспензия содержит рафоксонид и фенбендозол. Применяется при трематодозах и нематодозах желудочно-кишечного тракта и легких, вызванных половозрелыми трематодами, парамфистоматидой и их личинками старше 6 недель. Трематозол суспензия содержит оксиклозанид и перентел. Применяется при трематодозах и нематодозах. Этот препарат, так же как и комбитрем, применяется для ранней обработки против трематодозов в начале осени. Друзья, ответственно относитесь к своим животным. Регулярно проводите капрологические исследования и по результатам этих исследований проводите дегельминтизацию ваших животных. Берегите себя. До свидания.